Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Сегодня удивительное видео. Во-первых, такое чудо происходит. Ребёнок, о котором мы молились, ребёнок, которому финансово помогли для того, чтобы он поехал на реабилитацию, прошёл этот курс, для того, чтобы он прошёл лечение в Киеве, очень многие подключились и помогли. Вы знаете, произошло чудо. Этот ребёнок, которого я видела, и он лежал, и я его вот так взяла на ручки, и я вам его показывала. Этот ребёнок, он сейчас передвигается сам. Он даже в седле держится. Он делает такие мощнейшие продвижения, что всю славу и хвалу я воздаю Господу Богу. Во-первых, я благодарю всех тех, кто участвует в жизни Владика Дзюбы. Это такой мальчик необыкновенный, о котором я узнала в прошлом году. Узнала вот так вот, зашла в магазин, и смотрю, там по копейке собирают ящичек, визит, фотография. Но я не верю вот в эти ящички, понимаете? Но я вижу, что там телефон и всё. Я позвонила по этому телефону и узнала адрес. Я поехала по этому адресу. Я нашла этого мальчика. Это действительно не какая-то там, знаете, компания объегоривания людей, да, когда играют на самом дорогом или на чем-то горе, или на чьих-то трудностях, на чьих-то страданиях, и таким путём пытаются выманить деньги из людей. Нет. Я для этого поехала. Приехала и увидела этого ангелочка, который лежал на диване, и мамочку. Я вам сняла на камеру и пообщалась. И, естественно, моё сердце не могло остаться равнодушным. Так же, как и многих людей, которые я знаю, очень хорошо сыграли свою роль, роль благотворителя. Вы знаете, это не просто роль благотворителя. Это великое дело, когда человек умеет благотворить. Когда он свою веру не вот со свечами и с кадилами ходит, размахивает, а он на деле показывает. Потому что если ты веришь, то показывай на делах. Вера без дел мертва. Если ты даяние добрые делать не умеешь, то грош цена твоей вере. Вот что я хочу сказать. И вы знаете, сейчас порадуются те, кто участвовал в жизни Дюбы Вадиши. Давайте посмотрим. Именно сейчас он находится в этом центре, в Киеве. Вот в данный момент. И его мама Татьяна Дюба, она сбрасывает мне видео. Да, которую сумму им озвучили. Они собрали, приехали. Оказалось, что там еще на два надо умножить. Там такие процедуры, что нужно и ту, и ту, и ту. И получается, что на два умножить. Она этого, конечно, не ожидала. Но я понимала, что это так оно и происходит. Дальше она попыталась искать благотворительные фонды. Вот эти вот фонды, которые... Переведите деньги на тот фонд. Переведите на этот. Переведите на пятый, десятый. Так вот, она стучит в один фон. Ей не открывают. Говорят, дай справку ту, дай то, то, то. Как Татьяна с ребенком на руках, который только первые шаги начинает делать, а еще имея маленькую девочку, у нее еще пятилетняя дочка, как она... И нет у нее супруга. Как она может ходить по всем кабинетам, просить? У вас же все есть. Все данные в электронном виде есть у всех врачей. Вы прекрасно можете позвонить, узнать через интернет, все выяснить, кто такой Вадим Дюба, чем он болеет и как и сделать. И помочь им. Но нет. Вот она стучит в одни двери, в другие фондов. Именно фондов. Вот эти благотворительные фонды, горе фонды. И ей не помогают фонды. Бесплатно не хотят лечить этого ребенка. Не хотят фонды. А только мы, люди, которые по крупинкам собираем благословения, причем это верующие люди, неверующие, атеисты и прочие исты, они как правило не помогают. Как правило. По мере познания Божьего благословения, когда вы понимаете на себе, как вас благословляет Бог, вы переполняетесь его любовью, и вы эту любовь выливаете на других людей. Вы начинаете благословлять других. Я обычно это делаю точечно. Я не верила никогда никаким фондам. Никогда. И тут точно такая история. Вы знаете, когда мы ездим к прекрасной семье Нестерюки, у которых 20 детей, и вот этот Вадим Дюба, как бы подшефный, я беру вот так, какого-нибудь ангелочка Божьего, который нас проверяет на вшивость, и начинаем помощь. Это конкретно. Мы знаем, что это не обман. Мы знаем, что это наша даже какая-то копейка попадет именно туда, именно в цель. И сейчас я вам покажу результаты. Мама вчера мне прислала, Татьяна Дюба прислала изумительные фотографии и видео. И меня они поразили, насколько отчаянно борется этот мальчик. Он уже поднялся, он уже делает шаги. Он, посмотрите, я хочу, чтобы вы посмотрели. Посмотрите, он уже и голову начинает держать хорошо, то она у него совсем падала. Сейчас он уже держит головку, понимаете? Посмотрите, вот он уже, хоть ручку ему поддерживает, но он уже на коне. Именно на коне. Это вот конь. Это верховая езда. И вот он на коне. Вот он сейчас как раз в Киеве. А вот тут вот инструктор, тренер, вот он его как раз занимается с ним на процедурах. Вот посмотрите, как он его растягивает. А в окне зима, зима, зима. У нас нет такого снега. А в Киеве, видите, снежок. И вот он его растягивает. Вот он его тренирует. Вот он его делает все, чтобы ребенок пошел. И вот уже наш Влад карабкается. Вот он уже поднимается. Вот он уже, посмотрите, он трудится, он старается. Ведь этот ребенок, он хочет, как и другие детки, начать ходить в школу. Он хочет. Он хочет жить так, как все живут. Но у него есть своя миссия. Эта миссия, он ангелок. Он сюда пришел для того, чтобы нас проверить всех вместе. А мы должны из кожи вон вылезти, но поставить его на ноги. Вот он уже держит головку. Посмотрите, улыбается нам. И он всех вас благодарит. Он всех вас благодарит за то, что вы так подключились. Конечно, не все, но мы знаем, кто. Мы знаем, кто. Огромное вам спасибо. Потому что знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, если человек не является благословением для других, это значит, что он еще не познал Бога. Он не познал, он не осознал вообще миссию Христа здесь. Как он нам показал, как Христос благословлял людей, так и мы должны. Просто вот в этом вся вера. Мы подвязываемся на это. Любовь познали мы в том, написано 1 Иоанна, глава 3 стих 16, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за своих братьев. Вот посмотрите, как процесс реабилитации идет. Вот таким вот образом. И да, надо помнить, что благословение может быть только от Господа, потому что благ только Господь. И видно было угодно Богу, чтобы я зашла в тот магазин, чтобы я обратила, знаете, некоторые мимо этих ящичков проходят, хоть бы один человек, что ж там по рублю, как говорится, по копейке бросают. Разве это поможет? Разве та копейка поможет, когда один день тут выходит, у него одна процедура, там какая-то мне она назвала, стоит около 600 гривен. Представьте. А там по копейке, по две. Понятно. Хорошо, прекрасно, что ты свою сдачу туда сбросил. Но разве это поможет? Поэтому лично я вот так всегда решаю. Выписываем телефон, находим адрес, приезжаем, конкретно смотрим, что там за ребенок, кто, и находим это водиша Дюба из Железного порта. Знаете, мне не верится, когда говорят, что люди рождаются злыми, греховными. Греховная среда, но мы творение Божье, а значит внутри нас любовь, и внутри нас душа. Да, есть такие физические тела, у которых просто душа иссякла. Они ее не подкармливали любовью, и она иссякла, она их покинула. Такие есть, я даже видела много, но если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, так написано в Матфея 7, 11, если поверили, если делаете благословение, то вы получаете от Бога так же и получите свет Божий, милость Божью, и прощение Божье вы обязательно получите. И мы становимся уже сами проводником Божьего благословения для других людей. И мы начинаем так же прощать, миловать, принимать других людей, нести им добро, нести им любовь. Вот что мы начинаем делать. Благословение – это не себе, благословение – это нести любовь другим людям и являться самим благословением для других. Понимаете? Давайте посмотрим видео. Вот он. Он вам всем шлет приветики. Вот он. Посмотрите, как он уже поднимается, как он шажки делает. Раз, два. Посмотрите, как оно идет. Это за короткий срок. Но ему нужна еще помощь, дорогие мои. Ему еще нужна помощь. Вот он уже и головку как держит. Вот, посмотрите, это сам. А помните, когда я приехала, он сам не мог. И мне надо было его взять за ручки. Посмотрите, ему самому нравится. Он улыбается. Вот он, наш мальчик, наш Вадиша. Вот его ножички. Вот он, Вадишечка, наш. Видите? Старается. Старается. Для нас старается. И, конечно же, Дюба Татьяна, его мама из Железного порта, она просила еще помощи. Ну и я, конечно, чем могу помогать. И я вас очень прошу, тоже помогите, кто может. Вот, номер ее приватбанка 41, 49, еще раз 49, 91, 50, 64, 66, 75. Еще раз. 41, 49, 49, 91, 50, 64, 66, 75. Дюба Татьяна. Вот она просила, что если можете, кто, может быть, еще не участвовал в этом благословении, поучаствуйте. Вот он, наш ангелок, прибывший на эту землю, проверить нас на живость. Насколько мы достойны переходить в следующий уровень под названием рай. Либо мы недостойны. Ну, что ж. У кого сколько, кому сколько не жалко вот помочь этому замечательному мальчику, у которого так хорошо продвигается реабилитация. Посмотрите. Не хочется останавливать. Хочется, чтобы оно и дальше шло. Пожалуйста. Мы вас очень, вот в этом центре, он сейчас в детском находится, мы вас очень просим, очень просим. Помогите, помогите. Вы знаете, Господь не остается никогда должником. Никогда. Так что, вы обязательно получите свое благословение, обязательно, в тысячекратном размере. это может произойти уже прямо завтрашнего, с послезавтрашнего дня, здесь на земле. А лучше всего богатство собирать на небе. Ну, это мы так говорим, небо, на самом деле, это совсем другое измерение. Непонятно нашему умишке, которое называется рай. Можем называть его как хотите, как хотите называйте, но оно существует. и раз уже мы вышли на это измерение под названием земля, то скажите мне, пожалуйста, почему бы нам не выйти на следующее измерение под названием рай? Вот скажите, почему бы нет? Как сильно благословил нас Господь. Он нас принял, Он нас помиловал, Он нас простил, Он понес наказание наше, Он дал нам свою любовь, и мы по мере вот недавно только было Рездво, Рождество, великий праздник, все праздновали, радовались, но суть этого праздника, суть в чём? Да в том, чтобы не забывать, ради чего мы здесь, а мы ради вот таких, как вот этот Вадик. Также, если кто не может там чем-то помочь, хотя, я думаю, у людей, у которых есть в доме интернет, всегда есть чем помочь таким людям, то хотя бы помолитесь, это тоже будет хорошо, помолитесь за Вадима, помолитесь за его скорейшее восстановление, за прекрасную реабилитацию, и вы видите, как она помогает. Ну, а лучше вера без дел всё-таки мертва, как чётко провозглашает Священное Писание, и лучше подтвердить свою веру на деле, именно на деле. Благословляйте, благословляйте. Если Бог говорит, благословляйте проклинающих нас, представляете, как мы должны благословлять вот таких деток, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас, и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, так написано в Библии, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари, вы знаете, если вы только своим родным, только своим близким, только своей семье, только вот своё, своё, себе, моему, то грош нам цена, потому что ближний это не тот, который твоя кровиночка, это понятное дело, а ближний это кому ты делаешь благое, и делаешь ли ты благое, ну а я люблю вас, здоровья вам, благословений, посмотрите, что написано над нашим Вадиком, написано крок за кроком, крок за кроком, вот он как раз в этом центре, видите, центр физичной реабилитации, откуда нам и присылают вот эти вот фотографии Танюша Татьяна Дзюба из Железного Порта, я люблю вас, здоровья вам, благословений, внизу в описании я также помещу ее, ее приват банк, помогите ей, и, конечно же, низкий-низкий вам поклон от нее, она благодарит, и поэтому она и посылает все эти фотографии, чтобы сказать вам огромное спасибо за вот это, знаете, какая радость матери видеть ребенка, который уже делает шаги, который уже голову держит, а ведь он не мог, не мог, есть же видео прошлогоднее я вам показывала, когда я их вот только нашла, только нашла этого мальчика, здоровья вам, благословений вам, всего вам самого лучшего, да не оскудеет рука дающего, да благословит вас Господь, люблю вас, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok